Доброе утро, дорогие друзья! 13 июля в Екатеринбурге впервые состоится джазовый фестиваль «Усадьба джаз». Этот фестиваль известен с 2004 года, и на нем будут выступать не только зарубежные звезды, но и московские резиденты, такие как Нино Катамадзе, а также екатеринбургские музыканты. На площадке «Аристократ» выступит квартет Сергея Прони. Сегодня у нас он в гостях. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! Очень радостное событие, во-первых. Можно поздравить поклонников джаза с таким событием, что «Усадьба» появляется и на нашей земле, на одной уральской. И это открытая, я так понимаю, площадка. А есть какая-то, Сергей, разница между закрытыми площадками джазовыми и вот этим «Опен-Аэром»? Конечно, есть. Но, во всяком случае, то, что было в Москве, усадьба князя Юсупова, знаменитая, которые были царские особы. В Архангельском, да? В Архангельском. Это недалеко от Крылатского. Там есть площадка «Портер», где 20 тысяч человек на траве легко помечается. Есть площадка «Аристократ». 20 тысяч человек? Да, 20 тысяч человек. Ну, вот я всегда полагал, Сергей, что отчасти камерная музыка, да, вот скажем, особенно для квартета. Я не беру биг-бенды. И вдруг 20 тысяч человек. Это какой должен быть посыл музыкальный? 20 тысяч человек слушает в основном джаз-роковые и фанковые вещи. А площадка «Аристократ», крытая площадка, закрытая, вмещает себя действительно людей, которые пришли на концерт. Она закрытая забором, сверху небо и раковина такая. А площадка «Портер», например, в этой усадьбе князя Юсупова, это площадка, где все открыто. И поэтому музыка демократическая, веселая. Музыка на любой вкус, так же, как и в джазе, есть огромное количество стилей. И демократическая обстановка. А есть какая-то, или скажем так, будет какая-то разница между усадьбой джаз в Москве, в Архангельском и у нас? Ну, разница всегда какая-то есть. В зрителях, безусловно, да. А вот по организации что-то, какая-то фишка, может быть, наша уральская? Ну, в каждом географическом объекте есть свой какой-то менталитет, свойственное Уралу. Это, видимо, и осязаемо, может быть, не Москва. Хотя приезжим особо это видна разница. А те люди, которые придут, они не могут сравнить с той московской разницей. Поэтому они просто придут и будут выражать свои чувства таким образом, как они делают на джазовых концертах. Только в более свободной форме. Сергей, вот как зритель, вот что именно ты не пропустишь на этом фестивале, который будет проходить у нас 13 июля? Ну, в тот день, в котором я буду играть, видимо, я что-то послушаю. Это как музыкант, а вот как зритель? Ну, как зритель у меня вряд ли будет время, как бы, посещать себе концерт. Есть дача, есть шашлык. Ах, в этом смысле. Есть болгарка на даче. Болгарка. Будет зрителей. Сергей, вот я так знаю, что музыканты часто играют с эйшены, играют с разными музыкантами. Вот сейчас какое-то подросло количество музыкантов, с которыми бы вот просто хотелось бы. Ты знаешь об этих музыкантах? Хотелось бы с ними поиграть в джаз? В Екатеринбурге за последние десятилетия выросло достаточно большое количество прекрасных музыкантов. И сама практика это показывает. Потому что на концертах, например, когда я приглашал сюда Рене Мари, это звезда нью-йоркского джаза, певица, и была сделана программа для нее с помощью местных молодых музыкантов. И Рене Мари думала, мы весь день будем репетировать, потому что два отделения концерта, а мы за полтора часа все... Она была удивлена, как музыканты виртуозно владеют материалом. У нас достаточно большое количество самобытных музыкантов, которые имеют уже свое определенное выражение музыкальные лица, потому что они играют авторские программы. И на этом, на нашем Свердловском форуме джазовом под названием «Усадьба джаз» я буду играть в основном с молодыми вот этими музыкантами. И квартет будет из молодых составлен? Ну, там будет состав Сергея Прони, про джаз, он как бы так называется, как проект. Но там будет и саксфонист Андрей Плетнев, и будет гитарист Сергей Чашкин, и будет у нас Артем Иванов, барабанчик, и у нас остальные. Для поклонников джаза это уже известные имена, хотя ребята достаточно молодые. И надо сказать, что практика их джазовой игры уже насчитывает не один концерт, совместный со звездами. Даже вот основоположников этого джаза. Безусловно, это поколение так называемых молодых львов, когда они имеют достаточное количество энергии, имеют много энергии нерасплесканной, и в то же время имеют уже определенный опыт. И вот этот сплав поколения молодых львов, где-то от 30 до 40, он, ну, сами знаете. Сергей, а теперь давай вот мы сейчас что-нибудь попробуем вместе сделать. Я, может быть, что-нибудь ритмом, да, для того, чтобы порадовать наших зрителей. Давай, как и попробуешь, так и получится. Ах, вот так, да? То есть я задаю? Ну, да, какой-нибудь. Ага. 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 Сергей Пронь сегодня был у нас в гостях в нашей программе. Милости просим, 13 июля, усадьба Джаз, это джазовый фестиваль, который соберет одних из лучших, если не сказать лучших, музыкантов и Урала в том числе. Так что, милости просим. Сергей, спасибо большое за хорошее настроение. А мы передаем слово нашим коллегам после небольшой рекламной паузы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!